Всем привет! В общем, сушка несется полным ходом, и пора бы уже и в зале какие-нибудь упражнения поделать. Поэтому сегодня у нас будет комплекс на ноги, сразу по-жесткому. Но прелесть его состоит в том, что тренировка будет такая, ее выполнять можно будет даже дома, чтобы не ходить в зал или выходить на улицу. Поэтому для карантина и самоизоляции самое то. И ноги прокачаем, и тренировочка состоится. Что будет за тренировка? Подрезал я ее у кроссфитеров, но делать мы ее будем не в быстром темпе, чтобы быстрее закончить, а будем делать с отдыхом между подходами. Итак, первое упражнение у нас воздушные приседания 20 раз. Второе упражнение выпады на месте, выпады вперед тоже 20 раз, по 10 на каждую ногу. Следующее упражнение прыжковые выпады 20 раз. И последнее упражнение, четвертое, у нас будет выпрыгивание с приседа 10 раз. Таких нам нужно сделать 5 кругов. Между упражнениями будем отдыхать по 30-40 секунд. Использовать мы будем для контроля часы Гармин. Тренировочный протокол у нас будет. Силовая тренировка. Вот он. И после каждого подхода мы будем нажимать на кнопку. Подход у нас в часах будет останавливаться, и мы будем видеть время отдыха. То есть часы нам помогут контролировать время отдыха. Ну что, поехали. 20 приседаний. Делаем стоп. И на часах у нас видно отдых уже 7 секунд. И наш пульс 124-120. Мы можем ориентироваться по пульсу и понимать, нужно нам еще время. Или, в принципе, можно сократить время отдыха. Так, сейчас у нас будут выпады на месте. Поехали. Двадцать. Хорошо. Прелесть часов в том, что они даже считают повторение. Иногда, конечно, с погрешностью, но если упражнение простое и понятное, то считают повторение. В этот раз, например, посчитала правильно. Так, еще 10 секунд отдыха. И следующее упражнение у нас прыжковые выпады. Снова руки у нас на поясе. Выпад поглубже. И прыгаем. Фух. Вот прыжковые выпады. Это как раз тяжеловато. Сейчас у нас выпрыгивание из положения приседа. Фух. Пока отдыхаем 30 секунд. Встряхиваем ногами. Еще 5 секунд. Поехали. Поехали. Хорошо. Отдыхаем. Встряхиваем ногами. Фух. Первый подход обычно... Ну, первый круг обычно он... Типа разминочный. Но... Под конец... Самого круга... Ноги реально напампились уже. Осталось нам делать еще 4. Поэтому... Это будет очень даже... Непросто. Фух. Поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА при всех упражнениях важно держать пресс и корр напряженным ни в коем случае не расслаблять так у нас статически еще будет тренироваться пресс мышцы стабилизаторы корпуса ну и собственно наша цель будет все более реальной и достижимой прыжковые выпады просто смерть при прыжковых выпадах лучше всего держать руки на поясе для того чтобы они нам не мешали никак не сбивали нам баланс и тем самым мы руками не будем себе помогать ни вверх тебя подбрасывать не отталкиваться от ног мы будем работать чисто ногами это тяжело но это же и эффективно поехали прыжки второй круг закончен чё там пульс 142 после первого круга пульс был 120 сейчас 142 я думаю что дальше он еще повысится чувствую уже ноги нормально кровью налились даже простое упражнение делать становится все сложнее и это хорошо поможет нам подсушиться и проработать мышцы на ногах и для этого нам не нужно искать дополнительное оборудование в виде гантелей или штанги или еще хуже это тренажеры так выпады поехали а вот это действительно крутое упражнение итак три упражнения три круга закончил осталось еще два принципе экватор пройден поэтому еще два круга потерпеть в принципе нужно так как сделали мы уже большую половину так что там так так Продолжение следует... Продолжение следует... Или узнать, что они у вас есть. Продолжение следует... Итак, тренировка окончена. Затратил я на нее 21 минуту. Это при том, что я отдыхал между подходами по 30 секунд, иногда по 40, иногда по 45. Потому что давал комментарии в камеру и забывал следить за временем. Но это всегда было до минуты. В общем, тренировка продлилась 21 минуту. И скажу я вам, очень даже хорошая тренировка. Рекомендую. Всего совокупно получилось 20 подходов. Средний пульс 143 удара в минуту. То есть было и больше, скорее всего. И, внимание, сожжено было 211 калорий. То есть в состоянии покоя мое тело сжигает плюс-минус 100 калорий. Сейчас я сжег 200 за 20 минут. То есть я за 20 минут 2 часа вместил в эти 20 минут. То есть казалось бы, всего лишь 200 калорий. Но мы же их сжигали не просто так. Мы реально дали мышцам импульс. Мы их утомили. Они получили из-за пампинга некие микроразрушения, которые нам нужно восстановить. Восстанавливать мы их будем едой. Желательно, конечно, белковой. Потому что мышцы состоят из белка. Поэтому кушать нам нужно белковую пищу. Вроде как поработали 20 минут. Но мышцы стали сильнее и больше. А чем больше мышцы, чем они крупнее по размеру, тем больше они в состоянии покоя даже, даже во время сна, тем больше они потребляют на свое обслуживание калорий. То есть мышца, чтобы ей просто существовать, ничего не делать, никаких функций, она все равно потребляет на свое содержание и обслуживание некие калории. Жир, он никаких функций не выполняет, он просто есть. А жир у нас образуется от избытка пищи. То есть если мы едим больше, чем мы сжигаем, излишки калорий откладываются в виде жира. Поэтому важно кушать либо столько же, сколько мы расходуем, либо чуть меньше. Поэтому отсюда напрашивается вывод. Чем больше у нас мышц, тем больше жира у нас сжигается само по себе. Но чтобы нарастить это большее количество мышц, нам нужны тренировки с отягощениями. Либо вот собственным весом в правильной последовательности, в правильной компоновке комплекс собственным весом даст не худшие результаты. А иногда даже и лучшие убережет нас от травм. Но для начала вот тренировки собственным весом, это вот самое то. Как раз вот рекомендую попробовать именно этот комплекс. Напишу внизу, как его выполнять, что делать, будет проще. В этом видео я не углублялся в технику. В каждом из этих упражнений есть своя особая техника, выполняя которую можно получить намного более эффективные результаты. Но здесь за технику я вам рассказывать не буду. Для этого я вам рекомендую заниматься с персональным тренером. В вашем зале, в нашем зале. Если хотите тренироваться со мной, заходите на мой инстаграм, пишите в директ. Договоримся. И будем сушиться вместе со мной и готовиться к лету вместе. Поэтому подписывайтесь на канал, ставьте лайки, рекомендуйте видео друзьям. Также подписывайтесь на инстаграм. Там иногда я публикую просто прикольные фотки. Но сейчас буду еще добавлять информацию по нашей сушке. Поэтому всем удачи. Пока.